Кражи, побои, мошенничество, угрозы. На прошлой неделе злоумышленники добавили хлопот сотрудникам полиции. Из подсобного помещения на улице Силкина кто-то попытался вытащить электропровода, проникнув внутрь через окно. Полицейские в ходе расследования задержали двух граждан. Оба были ранее судимы. Ведется проверка. Также в дежурную часть обратилась Саровчанка, которая стала жертвой своего знакомого. Гражданин М, 1997 года рождения, находясь в доме 34, корпус 1 по улице Московская, в ходе конфликта с гражданкой Б, умышленно причинил ей телесные повреждения в виде перелома средней фаланги четвертого пальца левой кисти руки без смещения. Кроме того, полицейские расследуют дело о попытке мошенничества и возможном вымогательстве. Саровчанин увидел объявление на канале в Ютубе о торговле и инвестировании на торговой платформе и решил приумножить свой капитал. Мужчина вложил 4 миллиона, ожидая получить в три раза больше. Но когда он решил обналичить деньги на российских счетах, ему сказали, что сделать это невозможно из-за санкции. Деньги можно перевезти через Турцию, но при этом еще заплатить. Убедительной просьбой жителям города Сарова внимательно и бережно относиться к своим накоплениям и прежде чем вкладывать свои деньги в какие-либо компании, предварительно убедиться в реальности их существования и деятельности, проверить всю историю образования этих фирм. Если хоть какие-то есть сомнения, ни в коем случае не приводить денежные средства. На дорогу города произошло 13 аварий. Обошлось без пострадавших. В 8 ДТП кто-то из участников скрылся с места. У дома номер 27 по улице Московской водитель 85-го года рождения, управляя машиной «Шкода Йети», не учел габариты транспортных средств и совершил наезд на стоящую автомашину «Хундай Тусан», причинив автомашине механическое повреждение и с места ДТП скрылся. Данный водитель продолжил дорожное движение в сторону улицы Березовая, где перед перекрестком Московская Березовая не смог остановиться перед перекрестком и совершил столкновение с остановившейся автомашиной «Хундай». Здесь его уже оформили сотрудники ГИБДД. Водитель «Шкоды» был пьян. На него составили три дела об административных правонарушениях. Кроме того, в выходные дорожные полицейские провели операцию «Бахус» и задержали троих пьяных водителей. Всего на прошлой неделе пятеро соровчан сели за руль нетрезвыми. В преддверии весенних каникул ГИБДД готовится к информационной кампании «Весна идет весне дорогу». Подробнее о ней мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.